Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио Спутник в Крыму. Сегодня в России и в других странах мира отмечается Всемирный день продовольствия. Цель привлечь внимание населения планеты к проблеме голода и нехватки продовольствия. Несколько фактов. Только 40 процентов жителей земного шара сегодня получают нормальное питание. 821 миллион человек до сих пор вынужден голодать, а 45 процентов случаев детской смертности связаны с недоеданием. Около двух миллиардов человек страдают от избыточного веса. Это вот параллельно хочется провести черту. Мы обсудим здесь и экономические предпосылки этих всех процессов в ближайшие минуты с профессором, доктором экономических наук, директором Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернацкого Виктором Реутовым. Виктор Евгеньевич, на прямой связи со студией. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Евгеньевич, вот начали мы с того, что Всемирный день продовольствия и в связи с этим отмечаем, что нехватка пропитания это один из главных вызовов, стоящих перед человечеством в конце 20-го года. Почему, чем прежде всего это объясняется? Во-первых, хочу сказать, что да, с одной стороны, с точки зрения макроэкономики, вот международной экономики, можно сказать, что проблема в том, что одни страны готовы могут себе позволить обеспечить свое население продовольствием. Другие страны делают это с меньшей, так скажем, активностью ввиду определенных особенностей внутри этих стран. Понятно, что страны Африки, понятно, что страны, которые менее развитые, у которых нет соответствующих технологий, производственных мощностей, они испытывают проблемы в этом отношении. Но я хочу сказать, что в целом, если вот рассматривать рынок продовольствия, в частности, рынок зерна в мире, вот сейчас, то производство, допустим, вот прогноз по производству зерновых в мире в 2020 году в целом, по сравнению с прошлым, допустим, там или с сентябрьским значением, где-то снизился на 2,5 миллиона тонн. То есть это 2 миллиарда 762 миллиона тонн зерновых в целом в мире в этом году планируется к производству. То есть все это... А с чем связано такое снижение? Это ковид повлияет? Да, снижение есть 2,5 миллиона тонн, но все равно мировое производство – это рекордно высокий уровень. В целом на 2,1% превысив показатели прошлого года, то есть на 56 почти миллионов тонн производства зерновых в мире в этом году увеличится по сравнению с прошлым годом. Да, ну по отдельным категориям, ну вот допустим, то есть есть производство, есть потребление. Потребление, опять же, в этом отношении тоже немножечко снизилось. От чего это связано? Ну, наверное, из-за определенного роста цен на отдельные виды продовольствия, зерновых культур. Наверное, это произошло из-за того, что отдельные страны сейчас, боясь кризиса, продовольственного кризиса в мире, которые всегда являются крупнейшими импортерами зерна, такие как Египет, например, они сейчас рекордно увеличили закупки этого продовольствия на мировом рынке. Но традиционно Россия является одним из крупнейших экспортеров зерновых на мировой рынок. Но в этом отношении, да, спрос увеличился. Страны, которые традиционно являются импортерами, увеличивают запасы, тем самым думая, что они минимизируют свои риски, риски продовольственной безопасности. Да, из-за ситуации, которая связана с распространением коронавирусной инфекции. Но Россия в этом отношении, но она в более таком привилегированном положении, потому что мы являемся третьим в мире производителем зерновых культур в мире. Поэтому нам тут и являемся одним из крупнейших экспортеров зерна. Поэтому мы в этом отношении защищены, наверное, как никто другой. Виктор Евгеньевич, а вот об этой запасливости давайте несколько слов еще. Есть информация, что страны действительно стали делать закупки продуктов питания, опасаясь, что вторая волна коронавируса нанесет ущерб торговле. Называются даже какие страны, там сколько делают запасов и так далее. Пандемия нарушила, как говорят специалисты, цепочки поставок от фермы к предприятию, что ранее уже привело к пустым полкам в магазинах по всему миру. Вот такая запасливость, когда все делают запасы и не спешат продавать, экспортировать свой товар, в том числе зерно. Чем грозит? Это ведь нарушение каких-то уже устойчивых процессов экономики. Как это может в долгосрочной перспективе повлиять? Ну, я могу сказать, что, допустим, резкий рост сейчас цен на эталонную пшеницу в Соединенных Штатах отмечается. В среднем 246 долларов за тонну в сентябре. То есть это уже на 12% больше, чем в августе. И на 23% выше, чем год назад, например. То есть о чем это говорит? Да, это спрос и предложение. Но в целом, как я уже сказал, объем производств в мире вырос. А объем потребления, в целом потребление, растет не такими темпами. То есть мы можем прогнозировать, что это такое временное явление. И в целом рынок стабилизируется вот на этой ситуации. Потому что обычно тенденции таковы, что с моментом окончания, так скажем, сельскохозяйственного года, а это когда уборка прошла, то есть вот начало осени, ну, с конца лета до конца лета определяется сельскохозяйственный год, цены варьируются. И вот в конце этого сезона они, соответственно, могут повышаться до следующего сезона. Но эта динамика, я считаю, что она выровняется, и спрос на соответствующую продукцию будет обеспечен его предложением. Предпосылок для мирового продовольственного кризиса сейчас пока нет. А как тогда можно объяснить данные, которые нам дает вот та самая всемирная продовольственная программа, которую я уже сказала в начале эфира, это организация, которая стала в этом году лауреатом Нобелевской премии мира. Они дают, что к концу 2020 года число оказавшихся на грани физического выживания, как раз таки в связи с голодом, может вырасти со 149 миллионов до 270 миллионов человек. И география голода по этому неблагоприятному прогнозу существенно расширится. Здесь идет о неравномерном распределении ресурса, потому что, ну вот вы говорите, что мировые объемы, они достаточны для того, чтобы прокормить всех. Делаем вывод, что в каких-то странах есть избыток, каких-то явных недостаток, и как тогда это можно исправить? Дело в том, что совершенно верно. Но вот то, что в отдельных странах голод, это в других странах, вот как в США, допустим, там избыточное потребление, то тут экономика в данном случае идет вместе с политикой. И политические решения, которые принимаются на мировом уровне по преодолению вот этого голода, то есть мы можем видеть то, что та же мировая продовольственная ассоциация осуществляет там поставки гуманитарной акции. Но если у страны нет ресурсов на закупку этого продовольствия для своих граждан, так скажем, а у граждан этих стран нет средств для того, чтобы обеспечить полноценное питание, то здесь уже задача стоит на уровне стран и групп стран, которые в данной ситуации попали в эту сложную ситуацию. А мировое сообщество, соответственно, должно создать предпосылки и условия для того, чтобы минимизировать эти последствия. Это крайне сложная задача. Это глобальная продовольственная проблема, глобальная задача, которая сейчас, к сожалению, к огромному сожалению, на высоком политическом уровне отошла на второй план, несмотря на то, что мировое сообщество и Нобелевский комитет считают, что это одной из главных проблем человечества. Вообще продовольственный сектор, он занимает одну из главных ролей экономик развитых стран мира? Он очень распределен и дифференцирован. Есть страны, как США, Индия, Китай, Россия, которые являются мировыми лидерами. Есть страны, то есть экспортеры, есть страны-импортеры, тот же там Египет, Индонезия, ну и ряд других стран. То есть те, которые приобретают и живут за счет фактически других производителей, других стран-производителей. В этом отношении, допустим, там цены же на ту же кукурузу. США является крупнейшим потребителем кукурузы. Каждый гражданин Соединенных Штатов съедает по порядка там 300 килограмм кукурузы в год. То есть, ну это с учетом того, что и масло, и всякие там другие, сахар и так далее. То есть все, что из этой кукурузы делается. Поэтому в целом, вроде бы, еще раз хочу подчеркнуть, в мире ситуация вроде бы как с производством зерновых нормальная, но дифференциация очень существенная по другим странам. Хочу сказать, что вот в целом вот цены, допустим, там на, а как вот, допустим, у нас в Крыму, там вот как ситуация, да, если посмотреть, то есть вот смотрим официальную статистику, то есть да, вроде бы цены на зерновые за последний месяц мировые выросли, но в целом на продовольственные товары по итогам сентября, вот допустим, там к декабрю предыдущего года, в пределах, то есть в рамках общей ситуации по ценам 3,8, то есть за 9 месяцев выросли цены на продовольствие в Крыму. То есть это не такой... В рамках инфляции, то есть небольшой это коэффициент. Да, то есть не превышает, да, 4, причем темпы роста замедлились. Если, допустим, в мае было 4,3 по отношению к декабрю предыдущего года, то сейчас 3,8 по отношению к декабрю, то есть темпы роста цен у нас замедлились. Я думаю, что они не будут превышать ожидаемых объемов инфляции, которые утверждены правительством. Виктор Евгеньевич, ну раз уж о Крыме заговорили, есть ли у вас информация по поводу того, как Крым успешно справляется с производством собственных продуктов, с закупкой продуктов недостающих, с производством уже готовой продукции, сырья, выращенного в Крыму? Мы можем на своих продуктах жить какое-то время? Или нам надо будет обязательно дозакупать что-то? Вы знаете, вот межрегиональная торговля, Крым, к огромному сожалению, слабо представлен на мировом рынке, именно как субъект внешнеэкономической деятельности. Но я думаю, что проблем с производством... Да, у нас есть определенные сложности с производством тех же... Ну то есть с птицей у нас, допустим, там все нормально, но с другими видами производства молока у нас традиционно есть сложности. Мы осуществляем поставки из других регионов Российской Федерации, но в целом рынок насыщен. В целом рынок насыщен, и проблем, вот как было в 2014 году, когда мы видим, или же даже весной, когда из-за ажиотажного спроса у нас на какое-то время были полки магазинов пустые. В этом году уже это не предвидится, и мы, я думаю, в этом отношении наиболее защищены, чем другие регионы России. Спасибо вам большое, Виктор Евгеньевич, за возможность пообщаться с вами в прямом эфире на «Радио Спутник в Крыму». Благодарю вас, до свидания. Спасибо. Напомню, на прямой связи со студией был профессор, доктор экономических наук, директор Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернадского Виктор Реутов. А мы продолжаем. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму». Редактор субтитров А.Семкин